В послании к Ефесянам сказано «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим» 4 глава, 29 стих Вопрос, которым я хочу озадачить вас и себя сегодня, следующий Как практически наши с вами слова могут доставлять благодать слушающим? Я хочу взять в пример того, как это делается, самого Ишуа И попрошу вас послушать один отрывок из Евангелия от Иоанна, из 4 главы Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу Там был колодец Яковлев Ишуа, утрудившись от пути, сел у колодези Было около шестого часа Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды Иисус говорит ей, дай мне пить Ибо ученики его отлучились в город купить пищу Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки Ибо иудеи с самарянами не сообщаются Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий И кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него И он дал бы тебе воду живую Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем А колодец глубок, откуда у тебя вода живая Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец И сам из него пил, и дети его, и скот его Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду эту, вас жаждет опять А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды Текущей в жизнь вечную Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды Чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приходи сюда Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа Иисус говорит ей, правда ты сказала, что у тебя нет мужа Ибо у тебя было пять мужей И тот, которого ныне имеешь не муж тебе, это справедливо ты сказала Женщина говорит ему, господи, вижу, что ты пророк Отцы наши поклонялись на этой горе А вы говорите, что место, где я должен поклоняться, находится в Иерусалиме Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей И не в Иерусалиме будете поклоняться отцу Вы не знаете, чему клоняетесь, а мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от иудеев Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине Ибо таких поклонников отец ищет себе Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос Когда он придет, то возвестит нам все Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобой В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней Тогда женщина оставила водонос свой И пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите, человек, который сказал мне все, что я сделала Не он ли Христос? И вышли из города и пошли к нему Вот такая история Что мы с вами здесь видим? Ешуа приходит в Самарию Шамрон на иврите Приходит ко всем известному там колодцу Это место до сих пор известно И садится возле этого колодца просто на землю Там лавочки в то время никто не строил для приходящих к колодцу Время, Иоанн пишет, шестой час, то есть примерно полдень И тут появляется местная женщина Которая пришла за водой Почему она пришла именно к этому колодцу и именно в это время? Мы не знаем этого наверняка, потому что об этом в писании ничего не сказано Давайте попробуем немножечко порассуждать вместе В самую жару, то есть в полдень Тащиться к поводу Это немного странно, правда? К тому же этот колодец был за городом А не в городской черте И наверняка жители, горожане Ходили сами за водой куда-то поближе Возможно, прямо внутри города были колодцы Однако же репутация этой женщины, как мы с вами понимаем Была так себе, скажем И возможно, она специально пошла за водой Именно подальше от города И именно в такой час Чтобы уж наверняка ни с кем не встретиться Из горожан, как минимум из горожанок Из другими женщинами своего города В этот час там никого было быть не должно И вот она приходит туда, где по ее расчетам должна быть пустота А там сидит еврей И что удивительно, этот еврей просит у нее пить Почему это удивительно? Потому что евреи и самаряне не просто не общались Или не сообщались друг с другом Как написано в синодальном переводе Они откровенно не любили друг друга И неприязнь эта давняя была И история уходит корнями на несколько сотен лет назад Поэтому сейчас мы углубляться в нее не будем Суть в том, что обычно еврей не стал бы общаться Не стал бы разговаривать с самарянкой Не стал бы просить у нее дать ему воды Поэтому женщина с удивлением говорит ему Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, у самарянки? И возможно, даже в ее вопросе есть какая-то ирония Дескать, что, приперла тебя, жажда, к стенке? Обломился со своей еврейской гордостью? Решил попросить таки даже у меня, у самарянки, воды Опуститься для этого А может быть, это и просто удивление от того, что еврей нарушает Некий обычай Так или иначе, Ишуа ей отвечает Что просить пить? Вообще, по делу-то должна была бы она у него Но проблема в том, что она, во-первых, не знает Что за дар есть у Бога для нее А во-вторых, она не знает, кто перед ней Между тем, Ишуа говорит, он мог бы дать ей воды живой Услышав о живой воде, женщина думает Совсем не о том, о чем думаем мы с вами Слыша это выражение Живая вода Для нас с вами живая вода, это понятно Это дух святой, это жизнь вечная То есть, именно то, что, собственно, и имел в виду Ишуа Когда он сказал эти слова Но самарянка, она не такая духовная, как Ишуа И даже не такая духовная, как вы и я В кавычках Она обычная женщина И, может быть, даже более, чем обычная женщина Она пять раз побывала замужем И сейчас она тоже не одна И поэтому для нее живая вода Это просто проточная вода То есть, свежая вода В отличие от стоячей воды И поэтому она говорит Слушай, а откуда у тебя проточная вода? Проточная вода, она из источника течет Понятно, что этот колодец получает воду Из какого-то источника Но ты как можешь достать эту воду? Колодец очень глубокий Да тебе и нечем зачерпнуть этой воды Потому что ты такой Если ты можешь дать здесь мне сейчас проточную воду Значит, ты больше того, кто вырыл этот колодец То есть, нашего праца Якова Ишуа игнорирует все ее вопросы и сомнения Он просто продолжает свое Он продолжает говорить о даре Божьем О воде, которая насыщает жажду И превращается даже внутри пьющего эту воду В источник жизни вечной Женщина, слушая, как он об этом говорит Понимает, что у него действительно есть такая вода Уж слишком убедительно Он звучит Вообще не обращает внимания ни на какие возражения и вопросы Ей нравится эта идея Не иметь жажды Ну, она думает Было бы здорово действительно Чтобы не приходилось сюда таскаться по жаре За водой То есть, она все еще думает о физической воде Не о чем-то духовном Но неважно, предложение очень уж заманчивое И она говорит Господин, дай мне этой воды Этого-то момента Ешуа, конечно, и ждал К нему он вел всю свою беседу С этой женщиной Весь смысл его служения был в том Чтобы слушающие его получали жизнь вечную Они, чтобы обрели дар Божьей благодати Который он хочет дать Но для этого им нужно попросить его об этом даре И вот это как раз женщина сейчас и делает Она просит его Господин, дай мне то, что ты хочешь мне дать И дальше Ешуа говорит ей Пойди, позови своего мужа и приходи сюда Теперь Если бы Представьте, что на месте Ешуа Находитесь вы Или я Я подозреваю, что все было бы совсем иначе С этой минуты Может быть, кто-то из вас Сказал бы Вау Отлично Она хочет принять жизнь вечную Она хочет принять Божий дар Что-то то, что нужно ей сейчас сказать Это просто прими, ты женщина Вот тебе жизнь вечная На, просто веруй в меня Я Мессия Верь в меня И все И вот тебе жизнь вечная У меня вопрос Это было бы правильно? Думаю, что нет Объясню, почему Хотя это было бы, может быть, очень современно Очень Политкорректно Почему это было бы современно Политкорректно И классно Потому что Не прозвучало бы Никакого Абсолютно Упоминания Ни о грехах этой женщины Ни о необходимости Раскаяться В этих грехах Сегодня есть масса людей Которые Вообще уходят От этого вопроса Притворяются так Что с нами все отлично И как бы наше Спасение Оно вообще непонятно От чего От разных проблем Жизненных И так далее И так далее Слово покаяние Грех В их проповеди Евангелия К сожалению Отсутствует Поэтому Это один вариант Как можно было бы Неправильно Повести себя в этой ситуации Услышав То, что женщина Готова Принять то, что Мессия хочет летать Если бы В этой ситуации был я Я, скорее всего Попал бы в другую Ловушку Я сказал бы О! Хочешь жизнь вечную? Замечательно! Для этого тебе Просто вначале Нужно раскаяться В своих грехах Вопрос Технически Это было бы Правильно? Да Безусловно Потому что Ишуа действительно Говорил о покаянии Покайтесь и веруйте В Евангелие Вот Было его послание Но В данной ситуации Мне кажется Что это было бы Очень неправильно Ишуа Как мы здесь с вами видим Он не пошел В лобовую атаку На грех Этой женщины Как может быть Сделал бы я Или кто-то из вас Вместо лобовой атаки Которой он В принципе Иногда прибегал Например В некоторых своих Разговорах с ферисеями Здесь он действует иначе Он говорит с этой женщиной Так Как будто У нее Все в порядке Как будто Она замужем И у нее Все хорошо И все что нужно Просто перед тем Как получить Тот дар Который предлагает Ей Мессия Это просто Прийти сюда Со своим мужем Он тем самым Как бы говорит Я хочу проявить Уважение к твоему мужу Ты наверняка Замужняя женщина Что я тут с тобой Буду один разговаривать Давай позови своего мужа И вы как семья Я вам вместе Дам то что у меня есть Почему он так себя ведет Я думаю Что дело в том Что эта женщина Почти наверняка Осознавала свои грехи Очень хорошо И если уж не из-за Голоса собственной совести То из-за громких голосов Горожан И вероятнее Горожанок Которые не упускали Случа напомнить ей О ее грехах И скорее всего Я думаю Это осознание было Настолько болезненным Что Если бы Тему ее Грехов Поднял бы Кто-то другой Она Вероятно Просто развернулась бы И ушла И поэтому Ешуа Дает ей шанс Самой Вскрыть Этот нарыв Она пользуется Этим шансом Она не выкладывает Всю правду Однако И не лжет Она просто говорит У меня Нет мужа И это можно Истолковать по-разному Эти слова Можно Истолковать их так Что я Никогда не была Замужем Или я Вдова У меня был муж Но у меня Больше его Нет То есть Вполне благопристойные Есть варианты Как это можно понять Однако Тем не менее Это правда То что она сказала У нее действительно Нет мужа И это второй момент Которого Ешуа ждал Момент истины И он пользуется Очень мудро Послушайте Что он говорит Ей в ответ Правду ты сказала Что у тебя нет мужа Ибо у тебя было Пять мужей И тот Которого имеешь Ныне Не муж тебе Это справедливо Ты сказала Его слова Это фактически Сэндвич Представьте себе Таких два Толстых Вкусных Свежих Ломтя Хлеба И между ними Там кое-что еще Да Вот Эти два Ломтя Это два Комплимента Это Правду ты сказала И справедливо Ты это Сказала Он начинает С толстого Комплимента И заканчивает Это обращение Тоже Жирным Вкусным Комплиментом Молодец Ты говоришь Правду А что посредине Между двумя Этими ломтями А посредине Там горькая Пилюля Которая звучит Так У тебя было Пять мужей И тот Которого Ныне имеешь Он не муж Тебе И это уже Не частичная А полная Правда О жизни Этой женщины Какой же Эффект Производит На женщину Этот сэндвич Женщина уходит Оскорбившись Что ей Кто-то в лицо Посмел сказать Все что Составляет ее жизнь Личная Нет Благодаря этим Двум толстым Ломтям Вкусным А также Наверняка Тону Голоса И выражению Лица Ешуа Она не только Не уходит Она продолжает Разговор с ним И в конце Этого разговора Ешуа Ешуа прямо Говорит ей о том Что он Мессия И дальше Приходят ученики И удивляются Что он беседует С женщиной Потому что Еврею Быть-то наедине С посторонней Женщиной Считалось Неприличным А уж тем более Вести беседу Итак Доставка Благодати Слушающей Давайте подойдем Итог И проанализируем Ешуа предлагает Жизнь вечную Он начинает Разговор с этого У меня есть Что-то для тебя Кто Кому Что предлагает Святой Предлагает Грешница Дар Абсолютно Незаслуженный Самарянки Не просто Грешницы Самарянки И не просто Грешницы Самарянки А побывавший Замужем Пять раз То есть Пять раз Разведенный И Живущий Сейчас В гражданском Браке То есть Человеку Абсолютно Недостойному Этого Дара И ради Того Чтобы она Этот дар Приняла Он даже Делает то Что он Не делал Общаясь С евреями Чаще всего Евреям он не говорил Открыто Я Мессия Верьте в меня Придите ко мне За жизнью Вечный Знали бы вы Кто я Вы попросили бы У меня Он не ведет себя Так все время Чаще всего Наоборот Читая Евангелие Вы видите Что он обычно Говорит Чтобы не разглашали Что он Мессия И он Так же Говорит С ней С этой Женщиной О ее Грехах Но он Говорит В настолько Благодатной Форме Что этот Разговор О ее Грехах Не только Не отталкивает Женщину От него А даже Наоборот Одним словом Нам с вами Есть чему Поучиться Правда Спасибо Оставайтесь С нами Шалом Спасибо